Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос Воскресе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос Воскресе! Сегодня, отцы, братья и сестры, мы с вами совершаем праздник приполовения Пятидесятницы и память святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского. Каждый из нас, особенно из студентов, знает этого святого. Мы знакомились с Его творениями, когда Он еще не был прославлен в лике святых. И я скажу по себе, что понимание святых отцов – это непростая задача для современного человека. Читаешь, а никак что-то не укладывается в голове. А когда начинаешь считать святителя Игнатия Брянчанинова, то после него уже все отцы тебе становятся доступными и близкими. Святитель Игнатий Брянчанинов родился в 1807 году. Прожил он небольшую жизнь. По тому времени люди были долгожители. Он прожил 60 лет своей жизни. И вот родился, и Бог дал этому первенцу, мальчику, все необходимое для счастливой, красивой, достойной светской жизни. Отец дворянин, хорошее имение, ребенок рождается здоровым, растет красивым, благородным, очень умным. На 16-м году жизни отец его повез Петербург в самое престижное, лучшее учебное заведение, военное. И там в то время был руководителем этого заведения. Будущий император Николай I. Он как человек военный тщательно относился к студентам. И тогда уже привлекло его внимание вот этого юноши. Этот человек привлек внимание молодой, красивый, воспитанный, обладающий всеми вот этими манерами того времени, и в то же время очень одаренный по своему уму. Он знал немецкий, французский, английский языки. Но этого мало. Он также знал древнегреческий и латинский язык. И вот в свое время даже будущий император познакомил Игнатия Бричининова со своей супругой. И таким образом открылась дверь в самые высшие общества. Но будущий святитель тяготился всем этим. Он желал монашеского жития. И вот в это время он каждый воскресный день ходил на раннюю литургию, в Александроневскую лаву исповедовался тщательно и причащался святых крестовых тайн. Для России того времени это было неслыхано. Даже монаши стоящие не причащались каждое воскресенье. А вот этот юноша и еще его друг, такой же студент, они причащались. И забеспокоился будущий император. И попросил митрополита поговорить со студентом. И после чего, после этого разговора митрополит сказал, Да, я не знал, что этот студент, этот молодой человек так знает наше учение церкви и святых отцов. Мне перед ним даже было неудобно. А затем вот он заканчивает престижное высшее учебное заведение, но в скором времени оставляет службу и начинается ему митарство. Он долгое время был послушником, ездил со своим старцем от монастыря в монастырь. Принимали по-разному, часто негативно, братья, дворянщик, вот эта голубая кровь, слишком много знает. А через время они начинали уважать, любить святителя будущего. И вот, наконец, я опускаю все эти подробности жизни, наконец, проходит время, годы. И вот однажды, как описывает одна женщина, будущая духовная дочь, Игнатия Бринчанинова, из высшего общества она была, с императрицей. И вот зашел такой веселый Николай I и сказал, а знаете, все-таки Бринчанинов-то нашелся. Он сейчас и романах в Вологодской губернии на месте монастыря. Я его сюда сейчас вызову. И вот через Синод вызывают молодого наместника монастыря Петербурга. Он удосужился аудиенции Николая I. И очень чудную встречу описывает святитель Игнатий, что мы очень трогательно обнялись. И Николай I с любовью восклицал, друг мой, друг мой. А я кричал, отец мой, отец мой. Вот действительно удивительная встреча, долгая. И император сказал следующие слова, ты не захотел послужить мне, воинскому званию. Вот теперь за мою любовь и за моё воспитание ты должен мне воздать, послужив, в монашеском звании, у меня есть обитель. Она вся запущенная. Обитель в честь самого преподобного Сергия рядом с Петербургом. Сделай из этой обители образцовую обитель. И вот святитель Игнатий в своих записях пишет, эта обитель действительно была и в духовном, и в материальном положении, в таком состоянии, что я, будучи студентом, даже ни разу не захотел приехать в эту обитель, как она была мне неприятна. И вот его сам император направляет в эту обитель. И он из неё действительно сделал, сделал самый лучший монастырь. И мало того, ему ещё было потом предписано быть благочином монастырей. Вот все это епархии, в том числе Валахского монастыря, которое он часто посещал и давал очень мудрые советы. А затем уже потом была краткая его командировка, можно так сказать, на Кавказ, уже в священническом, точнее, в епископском чине. А потом уже около семи лет он прожил на покое и скончался в этом молодом ещё возрасте, в шестидесяти лет. И вот я хотел бы остановить ваше внимание на жительстве святителя Игнатия. Он где-то 20, около 24 лет прожил в монастыре, будучи навестником. Пришёл в монастырь молодым человеком, ему было 27 лет. И вот он пишет, что в Петербурге, как ему было трудно. Его духовенство воспринимало, как чужака. Метрополит относился к нему, тоже, мягко говоря, без любви. И вот святитель Игнатий пишет, что в Петербурге я узнал, сколько против меня было злоб, ненависть, всякого рода клеветы. Я претерпевал длительное, жестокое унижение и наказание без суда и без малейшего рассмотрения дел, как животное беззловесное. Вот когда вот это читаешь, то удивляешься. Ведь это же первая половина 19 века. Вроде бы цвет православия, вроде бы церковь Христова должна быть на такой высоте, а здесь без суда, без малейшего исследования, как бессловесному животному. Вот такое он претерпел. и часто люди задают нам вопрос, увидев несправедливость церкви, что это такое? Это уже не церковь. Нужно или уходить, или воевать, поливать грязью, свою правду, матку нести. Вот. И откройте интернет, сколько же таких, не только мирян, и священнослушителей, и другие духовные лица. Но вот это свидетельство Игнатия Причанинова, оно нам говорит, что церковь-то святая, но мы, люди, наполняющие грешников, и да, мы совершаем ошибки, Господь попускает, что один другого съедает. Митрополит съедает священников, митрополита потом съедает сенот, императорский указ и прочая какая-то болезнь, все это было еще в том веке, и это претерпел Игнатий Бельчанин, но он же не обиделся на нашу структуру под названием церковь Христова. Он до конца говорил, что церковь, она действительно святая, потому что мы соединены со Христом, со святыми угодниками Божиими, и действительно удивительно, это соединение, оно противоестественное, потому что как гангренозный член, отрубленный, к примеру, рука, может снова присоединиться к здоровому организму, это невозможно, организм противиться, и можно любые антибиотики, колоть лекарства, пришить, вроде бы уже гангренозный член, осеченный, но организм не приметелен, а в церкви по-другому. Когда мы грешим, мы становимся гангренозным, вот этим вонючим органом, отсеченным от святой церкви, но потом происходит чудо воскресенье, когда мы исповедуем свои грехи, то слышим слова священнослужителя, они звучат так, примири и соедини его святей твоей церкви о кресте Иисусе Господе нашим. То есть соедини, происходит соединение, грех разъединяет, мы внешне находимся в храме Божьем, в церкви Божьей, в общине, а на самом деле мы уже не в общине. Мы отсоединены, отрублены грехом, а потом через покаяние мы вновь соединяемся, и церковь дает нам эту энергию благодать, и гангрена уходит, и опять рука, не покрытая гноем, а становится беленькой, светленькой, кожа нежная, вот такое происходит с каждым из нас. И вот святитель Игнатий показал нам, как трудно уже было жить в то время правильно, очень трудно. Такие были потрясения, что он заболевал, он был живой человек, и он так переживал, что он заболевал, и лежал, не мог встать со своей постелью. вот этот святой отличается многоболезненностью. Он страдал, болел, но нес свой крест до конца. И благодаря него мы сейчас имеем действительно вот этот огромный святоотеческий опыт, чего не имела Россия до святителя Игнатия Бринчинина. Он скончался в 1867 году в один год со святителем Филаретом Митрополитом Дроздовым. Митрополит Филарет знал, слышал, очень уважал Игнатия, когда он еще не был епископом и не был наместником Сергиевой пустыни, и он хотел его взять и поставить наместником Николу Грешского монастыря в Москве. И даже уже пришло указание Синода, но потом вот вмешалась рука Божия через самого Николая Первого и таким образом Игнатий Бринчининов оказался в столице, которая была ему чужда по своему духу тяжелому, такому безбожному даже можно сказать уже в то время, но он изменил очень многих людей в нашей столице и я не побоюсь сказать, что отодвинул революцию на какое-то время. И вот сейчас в наше трудное время самым лучшим учителем отцов церкви является это Игнатий Вильчининов. Те, кто читает его произведения, у меня много таких людей, они говорят, мы стали по-другому смотреть на всю духовную жизнь. Это в наше время лучший учитель покаяния. И сегодня его день памяти, поэтому наша молитва и должна быть к нему следующим образом. Угодничай Божий, научи нас вот этому правилу, глубинному, истинному покаянию, благодаря которого и мы пройдя эту жизнь греховную сподобимся светлых обителей Отца нашего небесного. Аминь. Христос воскресе! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова